Максим Степанов должен подчиниться своему начальнику и без лишних эмоций покинуть пост председателя облгосадминистрации. Об этом говорит бывший вице-губернатор, а ныне депутат курсовета Алексей Еремица. Повод быть недовольным работы Степанова формально у президента есть. 9% на выборах в Одесской области не самый положительный результат. Я считаю, что должность губернатора, как и должность министра во всем цивилизованном мире в Европе, это должности политические. И вот рассказы о том, что там хороший хозяйственник губернатор или министр хороший хозяйственник, на самом деле это все в пользу бедных. Еще потому, что должности эти исключительно политические. И, собственно говоря, ситуация с увольнением господина Степанова лично для меня абсолютно ясна и понятна. Тот результат, который он дал для действующего президента господина Порошенко, не удовлетворяет его политического лидера. Вместе с губернатором должны покинуть обл. администрацию и чиновники структуры, убежден депутат. Ведь они, по сути, работали все эти два года не только в команде председателя ОГА, но и на все еще действующего президента. На сегодняшний момент я вижу реакцию господина Степанова и очень многих его, так сказать, сотрудников в контексте того, что они просто боятся, что их отодвинут от хлебного дерева. Вот и вся история. И вот этот флешмоб с этими карточками, с этими картинками и надписями, ну, лично у меня вызывает только улыбку. Улыбку. Улыбку и сожаление. Что в целом эти люди даже не имеют найти в себе силы, вот просто взять и уйти. Потому что Петр Алексеевич проиграл уже практически. И нужно иметь в себе силы, собрать свои вещи и уйти. Действующий замгубернатора Виталий Свичинский с такой позиции не согласен. Сотрудники обл. администрации имели право на выражение своего мнения. Тем самым они показали солидарность со своим непосредственным начальником. Я считаю, что каждый должен был высказать свою позицию. В какой способ это было сделано? Ну, было принято решение осуществить такой флешмоб. Ну, демократия. Это возможно. Я считаю, что в нормальном демократическом обществе свобода слова. И люди имеют право высказывать свою позицию. Даже в таких щепетильных вопросах. У юристов, политологов и журналистов к отставке одесского губернатора немало вопросов. Согласно Конституции, главный шаг в этом деле должен сделать Кабмин. До сих пор никаких решений правительство не принимало. Владимир Гройсман сообщил, что получил обращение Петра Порошенко. Рассмотрено оно будет 10 апреля. Должны быть для этого какие-то основания для увольнения. То есть какие-то несоответствия должности, ошибки, злоупотребления, что-то еще. То есть какой-то фактаж. И поэтому, когда завтрак, Кабмин это все будет рассматривать, я даже не знаю, даже если они захотят пойти здесь навстречу президенту, ну а что они в этом представлении напишут? Ну не могут же не написать тогда, что Степанова надо уволить, потому что он недостаточно эффективно фальсифицировал выборы за Порошенко. Но так же не бывает. Григорий Блайда, Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.